Кстати, белорусские продукты и блюда из них – это именно то, к чему очень быстро привыкают гости нашей страны. И то, по чему они потом искренне скучают. Да и многие из нас, даже когда едут туда, где все включено, не могут устоять перед искушением бросить в чемодан каких-нибудь пресс-макл. Качественная еда уже стала нашим национальным символом. Об этом часто в своих интервью говорят и иностранные дипломаты. Не исключением стал и гражданин Шри-Ланки, глава представительства ООН в Беларуси. Санка Самарасинха поделился с нашей съемочной группой своими кулинарными предпочтениями. Кроме того, представитель ООН прокомментировал белорусскую инициативу о перезапуске хельсинского формата, а также оценил наш бизнес-климат и планы по либерализации. Насколько я знаю, вы три года работали управляющим в сети ресторанов в США. Гамбургеры и картофель фри по-американски буквально захватили весь мир. А какие белорусские блюда достойны того, чтобы попасть в меню зарубежных кафе. Сразу хочу отметить, что я не занимался гамбургерами. Мы делали тако и буррито, это вкуснее. Вообще фастфуд не самая здоровая пища. Честно говоря, моя семья привыкла к очень острой кухне. Даже в омлет мы добавляем перец чили. И делая здесь, в Минске, тот же шашлык или картошку, мы очень сильно все перчим. Но ваши супы – это что-то абсолютно невероятное и фантастическое. Борщ, уха – это те блюда, о которых я еще долго буду вспоминать с теплотой, даже если буду жить где-то в жарких странах. Возможно, экспорт рецептов не наш конек, но какой потенциал вы видите в поставках белорусских продуктов питания за рубеж? Вы уже очень успешны в этом деле. Беларусь даже продает пшеницу в США. Это не очень известный факт, но это правда. Вы богаты не только картофелем, который выращивают практически все белорусы, которые занимаются земледелием. Производство свинины – это у вас очень хорошо получается. Насколько я знаю, датские бизнесмены организовали достаточно выгодный бизнес в Беларуси именно по выпуску свинины. И действительно, мясо у вас отменного качества. Моя семья не перестает восхищаться белорусской свининой. Это при том, что мы жили в 20 странах мира и много чего попробовали. Еще одно ваше достояние – это дары лесов. Мы всегда с нетерпением ждем сезона, когда можно с детьми пойти собирать грибы и ягоды. В этом году урожай, наверное, особенно большой. Да, мы собрали очень много. Особенно удачливыми были мои дети. На этой неделе завершилась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главное предложение Беларуси – это перезапуск хельсинского процесса. Минск готов стать площадкой, на которой ключевые глобальные игроки – Китай, Россия, США, ЕС – могли бы начать диалог о стратегическом видении новых отношений. Как вы оцениваете такую инициативу? Когда Беларусь стала площадкой для переговоров нормандской четверки, я полностью поддержал этот шаг. Помню, как во время одной из конференций я назвал Минск «Новой Женевой». С одной оговоркой – в Беларуси больше озер, и они красивее, чем в Швейцарии. Беларусь продемонстрировала свой реальный вклад и свое сильное стремление к тому, чтобы свести вместе и примирить стороны украинского конфликта. Ваша страна сама очень сильно пострадала от разных войн, и сегодня, когда Беларусь говорит о мире, она это делает с полной серьезностью и очень искренне, исходя из своего личного и трагичного опыта. Вы у себя сохраняете мир уже долгие годы. Я вижу, что мир и стабильность – это высшая ценность и для властей Беларуси, и в целом для беларусского народа. Поэтому я полностью поддерживаю идею приглашения разных сторон вместе в Минск, в Беларусь. Почему миру нужна перезагрузка? Еще в прошлом году на Земле насчитывалось 29 конфликтов. Примерно 120 тысяч миротворцев ООН задействовано сегодня на планете. Кроме того, в 2016-м было зафиксировано наибольшее число беженцев и переселенцев со времен Второй мировой войны – 65 миллионов. И за каждой этой цифрой стоят реальные люди, семьи, дети, их сломанные судьбы и разрушенные дома. К сожалению, я не вижу предпосылок для того, чтобы мир стал более безопасным, а число войн уменьшилось. Только если все мы вместе не примем превентивные меры. В обратном случае ситуация может стать даже хуже, чем сегодня. А «Хельсинки-2», организованные официально Минском, могут помочь? Перезапуск «Хельсинки» может стать очень значимой превентивной мерой. Если основные мировые игроки – ЕС, США, Китай, Россия, крупные объединения стран, например, БРИКС, примут участие в таком диалоге, то это может быть очень важным шагом. Но действовать надо по всем направлениям, в том числе и через ООН. Ведь наша организация была создана для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Достойная работа и экономический рост – это одна из глобальных целей ООН. Реализовать ее можно в том числе и за счет политики поощрения предпринимательства. Исходя из ваших наблюдений, как вы оцениваете бизнес-климат в Беларуси, как дальнейшая либерализация этой сферы может повлиять на нашу экономику? Беларусь хорошо поработала, чтобы улучшить свою позицию в мировом рейтинге государств по удобству ведения бизнеса. Многие страны в вашем регионе значительно отстают от вас. Но предстоит еще много сделать. И в сфере упрощения налогов, и удешевления кредитов, и в области маркетинга всей Беларуси. Вообще, я не из тех, кто слепо выступает за полную либерализацию и повальную приватизацию. Это не моя позиция и не позиция ООН в целом. Все зависит от конкретной страны и ее возможностей. Беларусь имеет особенное прошлое и свою культуру. Реформы нужно проводить не за один день, как бы это кому-то ни хотелось. Изменения в любом случае кому-то кажутся слишком быстрыми, для других они слишком медленные. У вас уникальное географическое положение между Востоком и Западом. Вы можете этим воспользоваться и получать выгоду от торговых путей, проходящих через вашу территорию. Вы можете создать стабильное место, не только с точки зрения безопасности, но и, если говорить о бизнес-среде. И что особенно важно, вы обладаете прекрасным человеческим капиталом. У вас высокообразованные специалисты, прогрессивные и умные. И если они получат в свое распоряжение нужные инструменты, в том числе с точки зрения законодательства, то они смогут занять лидирующие позиции в мире. Возьмите ваш сектор IT. Там компании получили пространство и возможности для роста, и они очень быстро достигли уровня самых высокоразвитых стран планеты. Те IT-продукты, которые вы сегодня производите, они соответствуют лучшему мировому уровню и достойно конкурируют с продукцией сверхдержав. Зачем нужно реформировать ООН, как не утонуть в потоке фейковых новостей, за счет чего сегодня растет белорусская экономика и как нашей стране привлечь больше туристов. Уже в эту среду смотрите актуальные интервью с представителем ПРООН Беларуси Санакой Самарасинкой.